22 ноября 2023 года Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 в России годом семьи. Указ вступил в силу в тот же день. Кроме того, глава государства поручил правительству до 27 декабря сформировать оргкомитет по проведению года семьи, а также определить источники финансирования мероприятий, которые необходимы для достижения поставленных целей. В указе также говорится, что председателем оргкомитета назначена вице-премьер Татьяна Голикова. На одном из своих выступлений она подчеркнула, что организационный комитет планирует различные программы, направленные на улучшение здоровья детей и взрослых, в их числе оценка репродуктивного здоровья сотрудников на рабочих местах в рамках обязательной диспансеризации. При формировании плана мероприятий мы ориентировались прежде всего на решение ключевых демографических проблем. Это создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержку многодетных и многопоколенных семей и формирование здоровой моды на многодетную семью. В последние годы президент усиленно акцентирует внимание на необходимость решить демографическую проблему, считая ее одной из ключевых для страны. Сейчас она приобрела системообразующий экономический характер и влияет на обороноспособность страны. Развитие экономики, рынок труда и безопасность государства в целом. На демографическую проблему указывает и суммарный коэффициент рождаемости в России, то есть показатель того, сколько одна женщина в среднем родила бы за весь репродуктивный период. На данный момент это значение составляет 1,42. В 2024 году в России планируется ряд изменений и в системе поддержки семей с детьми. Вырастет сумма материнского капитала на второго ребенка. Если в 2023 году родители получали более 775 тысяч рублей, то в 2024 им будут выплачивать 834 тысячи. Наша общая и, наверное, главная задача это возродить уважительное отношение к большой семье, способствовать укреплению семейных ценностей. Последний опрос в ЦИОМ показал, что семь из десяти опрошенных россиян считают крепкую семью наиболее важной ценностью. И это не зависит ни от образования, ни от возраста, ни от материального положения. 2023 год в России был объявлен годом педагога и наставника, 2022 годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов страны. В 2021 году проводится год науки и технологий, и в 2020 год памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. 2024 обязан стать важным для семьи и поддержки семейных ценностей, чтобы воплотить в жизнь желаемые проекты. Елизавета Газизянова, Универ Новости.